Мурат Алзина Кептен, главная книга Он читает книгу, который написал «Полинь Половецкого поля» Мы уже в нее приедем, увидим, что весь халак Кептен был Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 свои войска на запад. В основном это было кипчатский компонент, потому что эту территорию заселяли тюркские народы. И, в принципе, он дал начало новой эре, новым династиям империи, просуществовало много лет. Вот этот северный Чагатайский Улуз – это территория современного нашего евразийского пространства. В прошлом это Советский Союз, это Российская империя. Мы являемся прямыми правоприемниками этого большого государственного образования. Что интересного тогда было изобретено? Ну, во-первых, касаясь истории России, была прекращена эта многолетняя, кровопролитная, междоусобная борьба русских князей, потому что хан Бату, внук Чингисхана, он эти земли объединил, создал единое государство и создал жесткую границу на Западе, тем самым защитив все этносы, проживающие на территории, от ассимиляции и католической христианизации, потому что все народы сохранились. Вы знаете историю Восточной Европы, Восточной Пруссии, Прибалтики, Восточной Германии, которые заселяли славянские народы, было Сорбское государство, которое исчезло в 15 веке. То есть там вариантов было, ну не было никаких вариантов. Вы прекрасно знаете, что такое западная колонизация, что происходило с народами Северной Америки, тотальное истребление практически, колонизация Южной Америки, то, что происходило безобразие в Индии, но там страна все-таки достаточно развитая была. Опять же, благодаря тому, что потомки Тюрок, хан Бабур, в общем-то, заложил династию великих моголов, и они правили в этом государстве. Мумилюки в Египте тоже, потомки Тюрок тоже правили в Египте, и, в общем-то, Северная Африка. И вот это, ну я буду возвращаясь в историю нашей страны, они создали государственную систему, много было взято и из Китая, потому что, вот чем был велик Чингисхан, говорят, что это был великий разрушитель, это был великий Созидатель. Он сохранял, во-первых, культуру, сохранял языки, сохранял знания, он собирал всех ученых людей, врачей, учителей, инженеров, и вывозил их туда, в Монголию, в Ставку, потому что наука и технологии развивались. Он никогда не преследовал людей по религиозному и языковому принципу. Всякое такое преступление, он считал величайшим преступлением, казахарал, смертной казнью. В государстве Чингисхана, ну вот Батухана, была веротерпимость, и когда строился новый город, всегда ставили четыре храма. Ставился храм мусульманский, потом, позже, где-то в 13 веке, в 14 веке монголы приняли буддизм, буддийский храм. Ставился, была мечеть строилась, естественно, потому что это была титулная религия государства и синагога. Поэтому вот этот принцип веротерпимости сохранялся так же, как и в Индии, когда первый правитель Индии покорил, ну, в Дели был создан султанат. Он взял жены четырех женщин. Он взял, ну, естественно, мусульман, он был правнук Улубека, внук Улубека, праправнук Тимура. Он взял жены индуистку, представительству буддийской религии, христианку. То есть это вот именно такой консолидирующий фактор тюркских народов. Говоря о самих русских, ну, вот мы говорим, что мы татары, нас, в общем-то, не так много, которые могли бы назвать себя этнически чистыми татарами, ну, наверное, шесть миллионов. Эта цифра, в общем-то, не меняется, наверное, на протяжении ста лет. Но, если взять смешанные семьи, ну, наверное, у нас миллионов пятьдесят. И этот процесс идет тысячу лет со времен Болгарского царства. Отмечу, что Болгары были первым, единственным государством. Это было Тюркское государство, которое приняло ислам добровольно. Все остальные государства, вот и на Кавказе, и в Средней, это все, в общем-то, ну, такими военными методами насаждалось, но приняли ислам. Ну, то, что вот касается, вот, в России, в общем-то, ну, наверное, почему в России возникают проблемы и с Западом, и с другим, вот то, что также тоже Чингисхан. Судя по всему, видимо, Ивана Грозного в какой-то мере западные, как бы, советчики сподвигли на большую войну, потому что и Золотая Орда, и русские княжицы всегда были, как бы, двуязычными, но на европейской территории. Монеты чеканились на двух языках, и вся эта вот Куликовская битва, говорят, татары с русским, ничего подобного, это была гражданская война, столкновение, как бы, с сепаратистами, которые представлял Мамай. В его войске были также и русские, и были и генуэзсы, и литовцы предполагались, то же самое, как со стороны Ивана. Дмитрий Донского были татары, то есть Дмитрий Донской, как бы, выступал не как защитник русского государства, а как защитник конституционного порядка золотой Орды. Вот, поэтому все проблемы, они генетически проникли и в кровь русских, и поэтому нас не понимают, потому что у нас другая ментальность, и вот и у русских тоже, они, в общем-то, понимают все-таки по-своему, потому что мы здесь жили, долго жили, были соседями, когда-то воевали, когда-то были добропорядочными, но мы сохранили вот эти все суперэтносы, это тоже пошло, от все эти мелкие этносы, все это пошло от, будем говорить, тюркских народов, скажем, от Волжской Болгарии, которая владела землями довольно достаточно обширными, поначалу, там жили и удмурты, и морильцы, и чуваши, и мордва, и все эти народы, они сохранили свои языки, культуру, традиции, вот представьте себе, как бесписьменный народ в течение тысячи лет может выжить, это практически невозможно, но это оказалось возможным, потому что вот именно такая высокая толерантность была у тюркских народов, и вот то, что сейчас происходит в мире, ну, в общем-то, я думаю, наверное, назревает другая пора, все-таки, наверное, что-то произойдет здесь, и я думаю, что должна быть консолидация и тюркских народов, и вот всех тех, которые здесь есть, конечно, тут не надо представлять, что вот православная религия, так сказать, ведущая, это неправильно, конечно, я согласен с вами тоже, но наша страна, вот великая страна, если мы берем Россию, это всегда был тюрко-славянский этнос, это очень, так сказать, такое сложное, уникальное явление, ну, в массе, я говорю, и это исламо-христианская страна, если вот мы, скажем, исходили из этих позиций и в мировом пространстве, я думаю, у нас было бы меньше проблем и взаимопониманий с нашими южными соседями, и, в общем-то, в противостоянии, как говорится, с Западом, который, в общем-то, ну, никогда нам не был другом, но когда мы сильны, а мы сильны, когда мы едины, когда мы, в общем-то, друг друга поддерживаем, это, конечно, большая беда, что мы потеряли наших тюркоязычных братьев в связи с развалом СССР, когда мы были вместе, в общем-то, и это действительно был бы такой суперэтнос, и это действительно была большая величина. Но, тем не менее, в общем-то, мы присутствуем. Мы, я думаю, сильны, потому что в последнее время высокая тяга и интерес к нашим историческим корням, к возрождению языка, культуры. Ну, могу сказать, конечно, не все так просто, к сожалению, к нашему великому сожалению, но, в общем-то, у нас в связи с развалом и страны, и, в общем-то, многих связей, у нас еще происходит такое страшное явление, это разрыв поколений. Вот мы должны приложить большие силы, чтобы объединить всех, так сказать, молодое поколение, потому что, ну, народ жив тогда, когда он, в общем-то, хранит память, когда есть преемственность. Вот это мы должны за этим следить. Вот мы в дворянском собрании как раз пристальное внимание обращаем. Наше дворянское собрание строится, в общем-то, я бы сказал, даже не столь по национальному признаку, потому что у нас все наши дворянские династии, династии Мурс, династии князей, и, вот, я бы сказал, и кумыкские, и карачаевские, у нас есть в нашем менеджерисе карачаевцы. Я приглашаю, в общем, всех представителей тюркоязычных народов, а мы практически говорим на одном языке. У нас, в общем-то, я бы сказал, даже языковые различия, просто диалектные. Вот тоже включаться, если есть представители, те, которые могут дать какую-то доказательную базу, в своем роде мы рады будем принять их в наш Медвест и продолжать совместную работу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ